Американский авианосец Первый корабль был заложен на верфях Newport News Shipbuilding 28 апреля 1941 года, получив имя Essex в честь одноименного округа в штате Массачусетс. После нападения японского императорского флота на Пёрл-Харбор было отдано распоряжение на ускорение темпа строительства новых авианосцев, так как после первых крупных сражений стало понятно, что данный класс кораблей стал центровым, и тот, кто будет обладать большим числом авианосцев, будет ими. Эссекс был введен в строй 31 декабря 1942 года, что было очень кстати, так как к этому моменту боеспособных авианосцев у США был всего один – Enterprise. Однако американское командование не торопилось отправлять Essex в пекло, и первые 7 месяцев корабль проводил в учениях, чтобы дать необходимый опыт молодым пилотам. Но отдуваться Enterprise за всех уже не представлялось возможным, поэтому 31 августа 1943 года Essex в составе 16-го оперативного соединения был привлечен к налету на остров Маркуса. Став флагманом этого соединения, 5 октября Essex произвел атаку на Атолу Вейк. После этого он был направлен в южную часть Тихого океана, где США готовились к стратегическому наступлению. Первой целью стал Рабаул, и 11 ноября Essex провел атаку данного порта, где несколько кораблей японцев получили значительные повреждения, однако ни один из них не был уничтожен. После этого Essex был переведен к Атолу Тарава, где поддержал высадку морской пехоты. В течение зимы 1943-1944 годов Essex последовательно участвовал в атаках Атолов Кважелейный Трук, Маршаловых и Марианских островов. После этого он отправился в Сан-Франциско на капитальный ремонт. После него корабль вновь навестил знакомые для себя Атолы Маркуса и Вейк, однако попыток захвата этих островов американское командование даже не предпринимало. 12 июня 1944 года корабль вновь прибыл в район Марианских островов для подготовки дальнейшего наступления. Однако, если до этого японский императорский флот не вмешивался и наращивал силы, то сейчас в Филиппинском море он решил дать американцам бой. Это столкновение вошло в историю как битва в Филиппинском море. Однако все планы и усилия японцев были тщетны, так как их количество и качество авианосцев и палубной авиации не шло ни в какое сравнение с американскими, поэтому сражение закончилось уверенной победой США. В октябре того же года Essex принимал участие в налетах на Окинаву, однако был в срочном порядке переведен в район залива Лейте, где японский флот вознамерился дать американскому флоту свой последний организованный бой. Essex в этом сражении отличился тем, что 25 октября в районе мыса Энганьо его самолеты потопили два японских авианосца – Цзуйкаку и Читосе. 25 ноября 1944 года в ходе нападения на Манилу Essex был поврежден Камикадзе, однако повреждения оказались незначительными и после скоротечного ремонта 14 декабря корабль вернулся на фронт. До марта 1945 года Essex наносил удары по островам Формоза, Лусон, Ивадзима и Окинава, а 16 февраля был привлечен для атаки на Токио. 23 марта началась высадка на Окинаву, где Essex занимался воздушным прикрытием морских пехотинцев. 11 апреля в ходе японской атаки Essex получил попадание нескольких бомб, после чего отправился на ремонт. В середине июля корабль вернулся в район Японских островов, где проводились уже последние рейды против страны восходящего солнца. После капитуляции Японии Essex вернулся в США. В 1947 году корабль прошел первую глобальную модернизацию, после которой претерпел существенные изменения. А именно, был убран бронепояс, убраны башенные 127-мм орудия и заменены на 4 одиночных орудия того же калибра. Были установлены новые катапульты и аэрофинишеры и прочие. 16 апреля 1951 года корабль вернулся в строй. 26 июля 1952 года Essex прибыл в район Корейского полуострова, где разыгралось первое сражение Холодной войны. Корабль в ходе данной войны вносил удары по наземным военным объектам КНДР. После подписания перемирия и раздела Кореи, Essex с ноября 1954 и до июля 1958 года провел в учениях и различных маневрах. Однако, в ходе этого периода, в июле 1955 года, Essex прошел вторую модернизацию, в ходе которой корабль получил посадочную угловую палубу, а также нос закрытого типа. 15 июля 1958 года Essex прибыл в Ливан, где поддержал высадку морской пехоты. 8 марта 1960 года корабль был переклассифицирован в противолодочный авианосец, целью которого было обнаружение и уничтожение советских субмарин. В апреле 1961 года во время Карибского кризиса Essex прибыл в район Кубы, где его самолеты провели несколько скрытых миссий и участвовали в блокаде острова. Оставшиеся 60-е годы для Essex прошли не без происшествий. А именно, 10 ноября 1966 года в Северной Атлантике во время учений корабль столкнулся с союзной подлодкой, получив подводную пробоину, однако смог самостоятельно добраться до порта. Еще одно происшествие произошло в январе 1967 года, когда Essex сел на мерь у побережья Пуэрто-Рико, получив серьезные повреждения. 22 октября 1968 года Essex был основным спасателем астронавтов с космического корабля «Аполлон-7». К слову, во время Корейской войны на Essex нес боевую службу будущий известный астронавт Нил Армстронг. Ввиду появления новых авианосцев типа «Нимец», было принято решение часть авианосцев типа Essex разобрать на металл, а часть превратить в корабли-музеи. Однако, в отличие от Лексингтона, Йорктауна, Хорнета и Интрепета, Essex не повезло и его решили продать на слом. 30 июня 1969 года корабль был выведен из состава флота, а затем 1 июня 1975 года в городе Кирни штата Нью-Джерси разобран на металлолом. Итак, Essex, как и все корабли его типа, были введены в строй очень вовремя и, можно сказать, довершили разгром Японской империи. После этого данный корабль также продолжил нести службу в начальном периоде Холодной войны, где, пускай и не являясь самым совершенным авианосцем ВМФ США того периода, отправлял свои самолеты в бой для продвижения американской демократии, идей свободы и перемен. В игре же World of Warships данный корабль занял девятый уровень ветки развития авианосцев США. Настало время сравнить исторические и игровые характеристики. Разумеется, рассматриваться будут ТТХ корабля на момент его введения в строй, ведь именно такая комплектация представлена в игре. Начнем же. Первое. Ангар. Совпадает и достигает 90 самолетов. Второе. Максимальная скорость. Также совпадает и составляет 33 узла. Третье. ПВО и ПМК. В реальности было представлено 61-ми одиночными 20-мм орудиями «Эрликон», 11-ю с четверенными 40-мм пушками «Бофорс», 4-мя универсальными одноорудийными 127-мм пушками «Марк-24» и 4-мя универсальными «Марк-32» того же калибра. В игре же число 127-мм орудий совпадает, а вот число «Эрликонов» составляет 56 единиц, а «Бофорсов» тут 17. Вообще стоит сказать, что в течение ввода в строй авианосцев типа «Эссекс» их число ПВО установок постоянно изменялось, и поэтому было несколько подтипов данной серии авианосцев. Проведя небольшое исследование, я выяснил, что корабль в игре — это CV-17 «Банкер Хилл», а не «Эссекс». Четвертое — самолеты. В реальности на корабле располагались истребители «Воут» F4U «Харсар», торпедоносцы «Груман» TBF-TBM «Эвенджер» и бомбардировщики «Кёртис» SB-2C «Хеллдайвер». В игре же истребители совпадают, а торпедоносцы-бомбардировщики представлены самолетами «Дуглас» BTD-1 «Дистроуэр», производство которых было отменено в связи с окончанием войны, и на «Эссексах» они так и не расположились. И последнее — бронирование на корабле. Показатель бронепояза совпадает — 102 мм, а вот палуба в реальности была прикрыта 40-мм бронёй, тогда как в игре этот показатель составляет 13 мм. Сомнение с другим авианосцем 9 уровня «Тайха» проводилось мною в соответствующем ролике. Чтобы с ним ознакомиться, предлагаю вам пройти в описание этого видео, там я оставлю ссылку на данный видео-гайд. Поговорим о пресетах. Начну со Стокова, который является универсальным. Представлен он двумя истребителями, одним торпедоносцем и одним бомбардировщиком. Начну с последовательности изучения умений командира. Мастер предполётного обслуживания, ускорение торпед, мастер торпедного вооружения, воздушное господство, мастер маскировки, взрывотехник, мастер бортстрелок. Модернизации сигналы, по моему мнению, стоит распределить так. Совсем недавно я выпускал ролик по вяносцу Мидуэй, у которого точно такая же ситуация. Даже слова можно было бы брать из того видео, потому что здесь всё очень сильно похоже. Пресет универсален и предоставляет игроку все возможности как в воздухе, так и на воде. Правда, в отличие от противостояния Мидуэй против Хакурию, у нас ситуация получше, так как истребительный пресет Тайха не обладает четырьмя истребителями, поэтому при должном умении игры можно уверенно обыгрывать даже истребительный пресет японца, что уж говорить про ударный. Далее на очереди истребительный пресет. Представлен он тремя истребителями и двумя бомбардировщиками. Поговорим о умениях командира и последовательности их изучения. Мастер при полетном обслуживании, мастер воздушного боя, повышенная готовность, базовая огневая подготовка, воздушное господство, мастер маскировки, ручное управление огнем ПВО. Ну и о модернизациях и сигналах не забываем. Тут все еще лучше для контроля воздуха. Опасность представляет для нас только такой же SX истребительном пресете, с более высоким умением игры. Все остальные пресеты контролятся без особого напряга, однако следим за тем, чтобы нас не выманили под вражеское ПВО, ведь тогда ситуация может кардинально измениться. Теперь о ударном пресете. Представлен он одним истребителем, одним торпедоносцем и тремя бомбардировщиками. Умения командира таковы. Мастер предполетного обслуживания, ускорение торпед, мастер торпедного вооружения, воздушное господство, мастер маскировки, взрывотехник, мастер борт стрелок. Ну и конечно же модернизация и сигнальчики. Как и в случае с Midwaym присяд для жестких любителей домашки типа меня. Как и всегда наше главное оружие это развод на ремку и планомерное выжигание вражины на поле боя. Однако остерегаемся ордеров и кораблей серьезными аргументами в виде ПВО. Об этом мы сейчас и поговорим. Какие же это корабли? Среди линкоров это Монтана, Айова, Миссури и Курфюрст. Крессера, тут у нас сильны Демойн, Москва, Гинденбург, Нептун, Нинатавр и Генри 4. А у эсминцев это З-52, Гиринг и Грозовой. Ну что же, как всегда в конце авторское мнение. Essex каноничное продолжение Лексингтона. Он не обладает особыми чертами, как например Мидуэй своим ангаром. Для меня этот корабль всегда был проходным. Стоит также выделить, что Essex единственный корабль 9-10 уровня без бронепалубы, поэтому его пробивают даже бомбы японцев, чего не встречается у Мидуэя. Как по мне, этот корабль – репетиция перед Мидуэем, ведь тут такие же пресеты. Правда, в отличие от своего старшего брата, он не имеет права транжирить группами направо и налево, потому что может к середине боя остаться без ангара. Сказать особо тут больше нечего. Корабль сбалансирован для своего уровня и в улучшениях и нерфах, по моему мнению, не нуждается. Ну а на этом все. Вам вещал с плоской палубы Тенкин, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите в комментариях 10 из 10 слова Тенкину, рассказывайте о моем супер канале друзьям, а также приходите на мои трансляции по авианосцам по понедельникам и средам. В пятницу вы можете посмотреть на мои попытки достигнуть успеха в иных играх, нежели World of Warships, а в воскресенье приходите, если хотите поиграть со мной в отряде. Всем спасибо и удачных вам игр!